Дорогие теософы, друзья! Добрый день! Мы начинаем семинар совместный с российскими и зарубежными теософами. Тема семинара «Практика теософии». Сегодня спикеры поделятся своим представлением через разные аспекты понимания этой темы. Тема эта очень многогранна и актуальна в настоящее время. С нами работают переводчики Арек Мехакян и Ольга Исаева. К нам уже подключились Московская школа теософии, Европейская школа теософии, члены «Ложа Теософского общества России». Ложа «Свет истины», Ложа Блаватской, Ложа Адамант, Ложа Омтара, Ложа Гаруда, Ложа Анахата, теософа и теософская общественность из городов. Москва, Санкт-Петербург, Омск, Нижний Новгород, Воронеж, Пуфа, Саратов, Кемерово, Барнаул, Екатеринбург, Карелия, Белгород, Горный Алтай, Сочи, Смоленск, Ярославль, Белоруссия, Украина, Молдавия и многие другие регионы Российской Федерации. Итак, дорогие друзья, мы открываем теософский семинар «Практика теософии» и желаем всем участникам плодотворной работы. Первый доклад представляет Теософское общество России. Президент Ложа Адамант, господин Владимир Яры. Дорогие друзья, мы начинаем наш семинар, как всегда. Тема сегодняшнего семинара очень серьезная. Практическая теософия. Вообще теософия сама по себе всегда практична. То есть она выражается только с учетом внутренней работы, именно пробуждения внутреннего человека. Ну и подойдем к такому предмету, что теософия – это практика. Уже сама по себе, да? То, что я сказал. Теперь подойдем к тому, что как ученик изучает этот предмет теософия. Елена Петровна Бловацкая в своем труде, в высокомедитативном труде, нам дает представление о непознаваемом, о пространстве, о времени, о цикличности и периодичности. Когда ученик начинает изучать этот труд в тайной доктрине, то и наступает тот момент, когда ученик успокаивает свой ум. И это уже есть следствие подхода медитативного. И медитация это выявляет прежде всего два аспекта. Это метод и мудрость. Вследствие метода и мудрости ученик обретает ясность. то есть через успокоение ума ученик не ввергается в иллюзорное представление своего обусловленного мировоззрения. То есть привычное мышление ни в коем случае не доминирует, не волнует ум. человек входит в абстрактное мышление, абстрагируется полностью от внешнего воздействия на его ум. В связи с этим ученик подходит к аспектам внутренней природы человека, к его духовной природе. Но подходит ученик, как правило, бессознательно. То есть имеется в виду, что ученик имеет сознание, безусловно, но при этом у него нет осознанности. осознанности, осознанность правильного пути. Ученик ведь тот, кто только увидел путь. И в своем вдохновении, в своем признании иерархии, понимании, что такое иерархия, через почитание ученик старается следовать указаниям учителя или учениям, следуя за изучением текста тайной доктрины, этих стандзиан, успокаивая свой ум с учетом своего почитания ученик начинает раскрывать свой слух и начинает созвучать, стараться созвучать с теми указаниями, не изменяя смысла этих указаний. Ученик в это время по сути дела то, что я и называю, идет бессознательно, но на высоком доверии учителям человечества или этим знаниям, которые проявляются из источника через доверие к этой иерархии света. Ученик в это время он просто идет по пути, идет на ту вспышку указаний учителя. Но когда ученик начинает созвучать с пространственным огнем или с этим божественным сознанием, которое называется учитель, когда он начинает созвучать, то в этом ритме происходит то, что он в созвучии своем соединяется с пространством сознания учителя. И только в этом случае, когда он соединяется с этим пространством учителя, ученик может создать образ. Образ через свое воображение, через созерцательный процесс в премидативном изучении тайны доктрины, он составляет целостную картину. образ в систему. И таким образом ученик через свое воображение подходит к колесу благого закона, то есть колесу времени. Он начинает видеть своим внутренним оком, зрением целостную картину представления мира. бытия. И только в этом случае ученик начинает сознательную медитацию, осознанную медитацию. Потому что в том случае, когда он изучает тайную доктрину, он изучает космический закон, закон кармы и перевоплощения. он изучает эту сторону эзотерической эзотерического таинства творения. И он как бы становится сопричастным к этому творческому процессу. и тогда его медитация становится практически осознанным явлением представления божественного плана, пропуская через свое самодеятельное творчество, он способен реализовывать идею, идею мира, идею гармонии при созвучии с космическим магнитом или сознанием учителя. Вот только с этого момента, когда образ весь ясен, понятен, человек способен на колесе времени, который представлен именно школой теософии города Кемерова руководителем Владимиром Анатольевичем Бакановым представлено в схематической форме. И эту форму я буду представлять вам. Дело в том, что колесо благого закона, вам сейчас показывают, оно состоит из сферы, а как говорит и гласит комментарий, то говорит он следующее. Любое явление, которое мы вводим в сферу или в круг, оно может выявить свою суть. Любое явление. Точно так же с этим подходом мы подходим к этой системе законы времени, в котором осуществляется та божественная мысль, которая проходит в спиральном своем вращении по кругу времени и в этом спиральном вращении, в этой сфере, которая обозначается 60-летним циклом, то есть которая себя вмещает 60 принципов, которые называются неданой. Так вот, время в пространстве фиксируется точкой. эта точка отождествляется неданой. Недана сама по себе это причина-следственная связь, то есть причина бытия. Причина бытия, естественно, как мы знаем, есть мысль. Мысль, она движется, развивая человеческое сознание циклично, эти циклы мы обозначаем как день-ночь в общем составляющие сутки. Это называется двойной додекайдер. День и ночь. На колесе времени оно представлено временем 24 часа. Мы берем символически солнце, символизирует у нас день, 12 часов. 12 часов или 12 принципов основных, которые вынесены, так сказать, и являются 12-ю иерофантами каждого сектора, которые называются 12-ю животными в данной доктрине, зодиак. эти 12 животных представляют зодиак. И мы видим, что главными в этих знаках зодиака являются иерофанты, которые отображают эти принципы. Вот недана лошади огненной, она обозначает сектор знака зодиака овна. И так дальше, змея отображает тельца, дракон отображает сектор близнецов, заяц обозначает сектор рака, тигр обозначает сектор льва, бык обозначает сектор девы. И так далее, 12 принципов походу вы обозначите. Давайте теперь посмотрим, а еще один аспект, который очень важен. Вот этих 60 не дан, это просто 12 не дан, проходя через пять состояний материи или стихий, проходит пять раз в 60-летнем круге времени. То есть проходит через пять состояний материи каждая не дан. И так обозначается 60-летний цикл, то есть за 60 лет человек проходит полностью все состояния материи и проживает эти состояния психологически и ментально, тем самым обретая опыт в различных стадиях и состояниях материи. Пентаграмма или пять раз пройдя 60-летний круг 12 недан обозначают человека 5 или пентаграмма. Так символизируется человек на этом колесе времени, которое проходит через вот этот круг зодиака. Теперь давайте посмотрим, как можно практиковать, будучи имея этот образ медитации. Потому что мы начинаем медитировать на колесо благого закона. Закон олицетворяется действием творящей силы. Эта сила выражена мыслью. Так вот, на сегодняшний день в жемчужине Востока нам Елена Петровна подсказывает, давая на каждый день в 60-летнем так сказать цикле и года, вернее год мы проходим полный цикл круга за год. Вот дает на каждый день мысль. И на сегодняшний день мысль следующая. Познание внутренней сущности большее достижение, чем овладение стихиями или знанием будущего. Когда мы взглянем на колесо времени, то мы увидим, что сегодняшний день представлен неданной огненной мыши. Сама неданная огненной мыши уже говорит нам о цвете красном. Цвет красный символизирует дух. мышь сама символизирует движение и накопление кармы. Вот кармическое движение в своем накоплении приобретает опыт. Так дух красный цвет огонь символ духа да в своем движении кармического закона обретает накопление. Вот такой принцип обозначения мышки для нас уже дает какое-то представление. Представление дня заключенного в мышке значит наш дух способен сегодня обрести накопление или опыт. Тем самым дух имеет свое представление в мире форм. Он представлен своим движением и накоплением этого кармического закона. Но мы знаем что крест это символ жизни. Когда возьмем мы и проведем из этой неданной основной точки дня проведем противоположность по линии ответная радость это огненная лошадь. огненная лошадь или закон справедливости красный цвет символизирует опять дух а лошадь справедливость и тем самым мы видим что кармический закон имеет противоположность свою космический закон лошадь который выражен справедливостью эта мышка проходит через поле это поле называется материи и через эту материю другое пересечение этой основной основного луча мышка и лошадь горизонтальная линия включает в себя два остальных принципа это белый петух и белый заяц так вот сегодня такой день сложился что как раз мы проходим в дне мышки огненной мы проходим через эту линию жизни заяц белый символ знаний завершенных потому что белый цвет символ эфира и белый цвет символизирует проявление чего-то так вот сегодня мы находимся в проявлении знания и следующей точке мы находимся в петухе как великолепие проявление этих знаний петух символ логоса так вот это слово оно должно прозвучать это великолепие есть или слово или петух есть логос логос может услышать только внутреннее ухо значит кармический закон или сам день сегодняшний будет иметь ответную радость то есть лошади огненной справедливость или истинную или истинная значение этой мысли смысла этой мысли через эту великую справедливость только тогда когда мы будем использовать знания заяц белый но это не дано символизирует еще год рождения Елены Петровны Блаватской вот представьте себе огненный вот этот белый заяц символ завершенных знаний да завершенных знаний а петух выражает великолепием или словом или голосом безмолвия эти знания так вот при медитации на день я уже представляю что я способен услышать голос Бога по сути дела если буду использовать раскрытый потенциал духа вот только в этом случае в духе я должен подойти а значит медитация успокоенного своего ума используя метод и мудрость мы способны практиковать таким образом осознанно теософию но всего существует таких три креста три креста они и отображают три мира первый крест отображает тело второй душу психическую а третий духовную душу четвертым же является сам человек то есть его понимание его сознание человека когда он осознанно использует эти три креста то есть соединив их в себе в том случае человек способен синтезировать то есть стать творцом или уподобиться своей божественной природе созвуча с пространственным огнем и вот к этому же случаю я хотел бы вам прочитать стихотворение как тьму тьму сжигая старых форм красою проявлять и во вращении крестов ускорив время бег через иллюзию прозрев шагает человек соединив себе миры с законами творца весь мир собой преобразив распустится душа спасибо спасибо большое спасибо мы приглашаем следующего докладчика это международный спикер теософского общества национальный лектор индийской секции президент федерации штата утар прадеша и утах каранды господин пандей мое теплое приветствие всем участникам сегодня на этом семинаре теософии мы обсуждаем практику теософии во все времена практика теософии называлось изучение теософии называлось раджа йогой или царственной наукой которая состоит из трех компонентов учебы медитации и служения и эти три компонента объединены в одно целое изучая теософскую доктрину и учения мы ускоряем развитие ментального тела и мы активизируем высший манас а также будхи чтобы пролить свой свет на манас нижний медитации медитации на теософские принципы и утверждения мы поднимаем свое сознание на более высокие уровни медитация это безмолвная и невысказанная молитва единому всевжишнему этим таким образом мы отдаем жемчужины нашего изучения теософской мудрости нуждающимся голодным душам через бескорыстное служение и им мы помогаем на эволюционном пути им и всему человечеству теософия это великий синтез религии философии и науки прежде всего она касается самости то есть она затрагивает и и воздействует на причинные силы самости которые производят в качестве следствия мириады форм такое осознание неиспешно приводит нас к изучению каждой теософской истины с трех точек зрения духа ума и материи или эмоции или простите в трех сферах сердце голова и руки или эмоции мысли и дела такое применение знаний есть практика теософии синтез теософии должен постоянно применяться для очищения нашей ниши природы и создания более высокого восприятия альтруизма альтруизма альтруизм это основной мотив практики теософии и лекарства от всех заболеваний во время теософских исследований мы сталкиваемся с идеями о единстве реальности и единстве всего сущего великие принципы философии это вечные истины о реальности или сад высочайшая реальность в ключе теософии Блабадская говорит что теософское общество было создано для того чтобы воочию показать людям что существует такая вещь как теософия и помочь им подняться к ней через изучение и усвоение вечных истин усвоение вечных истин требует медитации и служения изучение соединенное с медитацией ведет к интуитивному пониманию природы и реальности в них мы выходим за пределы идей слов утверждений за пределы всех мыслей и лирования именно с помощью внутренней регулярной медитации мы постоянно исправляем болезни наших тел сохраняем их целыми и становимся внимательными и правильно приспосабливаемся к жизненным обстоятельствам после усвоения сущности теософии через изучение и медитацию мы выводим ее вовне практику через служение такое служение прежде всего заключается в распространении животворящих теософских истин среди как можно большего числа людей таким служением на ментальном уровне мы пытаемся лечить причину которая стоит за симптомами болезни в физическом мире философия повелевает нам трудиться для человечества это служение носит духовный характер имеет двоякий метод с одной стороны следить за шагами заблудшего человечества и предостерегать его отложек и с другой стороны высоко держать маяк света наставлений потому что именно они ободряют усталого паломника и вдохновляют его чтобы самому обрести силу которой есть мир и служение которой есть радость нравственность теософии является более важной чем все остальное кроме этого мы должны хорошо усвоить доктрины кармы и первоплощения а также практиковать их и учить той системе жизни и мышления которая только и может спасти человечество в практике теософии реальной силы проявляется в сфере мысли в плане идей она помогает направить наших ближних на правильный путь и повернуть гребень волны интеллекта духовности а также помочь немногим сильным душам которые пытаются помочь темным силам одержать полную победу в этой практике гигантское зло нашего современного мира атакуется нематериальным оружием причем это все происходит на интеллектуальном и духовном планах которые более реальны чем физический план каждый практикующий теософию должен сделать все возможное чтобы всеми доступными ему средствами помочь всякому мудрому и хорошо продуманному общественному усилию который имеет своей целью улучшение положения бедных такие усилия должны быть предприняты целью их окончательного раскрепощения или для развития чувства долга у тех кто теперь так часто им пренебрегает почти во всех отношениях к жизни индивидуальное счастье и прогресс неразрывно связаны со счастьем и прогрессом человечества в целом поэтому каждый человек обязан стремиться к улучшению состояния общества посредством своих собственных усилий самосовершенствования и с помощью распространения теософской мудрости философии а также обязан приспосабливать себя к тому чтобы быть более способным помочь человечеству на пути высшей революции поэтому практики теософии настаивают на доктрине сердца то что нужно человечеству это осознание и то состояние ума которым разделения нет и которое только может сделать возможным наше возрождение наш подход практики теософии должен быть таким который ведет нас к осознанию истинных убийствах личность в себе любви эгоистичность это это то что препятствует проявлению божественных энергий внутри нас и путь роста состоит в том чтобы отбросить личное чтобы стать безличным отбросить низвергнуть ограниченное чтобы расширить свое сознание трансформирующее изменение которое возникает в результате практики теософии ведет к освобождению самого себя от пут иллюзии и мертвого груза материи оно также ведет к осознанию все возрастающего единства со всеми людьми существами с природой к осознанию к осознанию созидания и единения со всеми внеземном духовном счастье практика теософии помогает нашей тростственной эволюции монадической или духовной интеллектуальной и физической в соответствии с божественным планом мы стремимся знать чтобы понять чтобы мы могли служить как Блаватская писала теософ это тот кого делает теософия и теософия должна стать живой силой нашей жизни и с помощью своей практики мы должны сделать свет теософии еще ярче для блага всего человечества как следствие практики теософии и жизни в ней медленно но верно железная ковы вероучения разорвутся и социальные и кастовые предрассудки рухнут расовые и национальные антипатии прекратятся и тогда огромная масса мыслящих и умных людей возможно станут великодушными и благожелательными с благородными идеями религии служения и филантропия и откроется путь практической реализации братства всех людей практикуя живую теософию мы можем стать лучше объединить все нации стать живым братством и быть счастливыми среди социальной жизни и рухнут национальные антипатии и все будут жить в благом духовном законе и мы должны защищать живую истину чтобы она могла жить среди нас помогать идущей вместе с нами эволюцией вместе с человечеством и природой это все принесет мир взаимопонимание сострадание и благожелательность людям спасибо господин пандей мы вас благодарим и приглашаем с раскрытием своей темы представителя теософского общества Англии госпожа Анни Келли Великой Британии Добрый день вы слышите меня мои слайды готовы пожалуйста здравствуйте и спасибо всем что пригласили меня участвовать я хотел бы начать вот с этим слайдом практическое применение теософского знания в жизни я открыла я себя теософию после десятилетий поисков наконец поиски всей жизни подошли к моему концу я узнала что в действительности означает ощутить свой дом мое понимание то что теософия это образ жизни это образ жизни способ существования на каждый день во всех смыслах не то что можно найти в обществе или на работе теософию нужно применять и практиковать среди всех жизненных испытаний невзгод повседневных дел отношения денежных проблем трагедии радости и самое главное это не то что должно всегда быть абсолютно серьезным человек может обладать многим смех любовь музыка искусство ошибки боли горе этот список бесконечен почему теософия должна всегда оставаться мрачным историческим учением предназначенным для только содержания когда человек спокойно размышляет и правильно одет теософия учит нас что природа это истинная церковь а мы это храм и если мы применяем это учение постоянно в нашей повседневной жизни то как же тогда несколько часов остраненного и исключительно академического исследования могут вообще что-то из них теперь переходим к следующему слайду было время большой психологической боли моей жизни в 2010 и 2011 годах когда я приехала из США в Великобританию где началась мучительно неожиданная битва за опекунство с участием моего драгоценного единственного сына его отец мы не были женаты с ним который раньше было нельзя и побеспокоить пошел на самые крайние меры чтобы предотвратить этот период через месяц спустя я с большой грустью осознала что одному из нас придется уйти так что каким-то образом из какого-то самого глубокого жалости которую я когда-либо испытывал не имея понятия как смогу жить без сына я решила сдаться на поле боя освободить моего ребенка и вернуть его в Штаты я пошла быть сожжем и зажив в битве за опеку нет победителя мы должны дать нашим детям дар мирных родителей я так благодарна интернету поскольку он позволяет нам поддерживать связь любовь регулярно общаться я видел его лицо и он насладался там целый год набирая опыт глобальных перспектив следующий слайд теперь у нас два дома но глядя значит опыт буквально сморгерал мою душу из всех наших душ но глядя после этих испытаний я обратилась к книге столетней давности Уильяма Окера Ауткинсона написана под псевдонимом ромачарака под названием продвинутый курс по философии йогов и восточному альтизму она послужила указателем к свету на пути первому найденному но теософическому тексту который затем привел к голосу безмолвия ключ к теософии и далее к учению тайной доктрины разбитым сердцем я начал проводить время слушая эти тексты с помощью аудиокниги во время прогулок на природе вдоль ручьев когда я услышала я замечала что каждая страница приносила мне утешение понимания и начал чувствовать себя намного лучше я понял откуда взял все это учение как я раньше не слышал этот тест я бывший радио телеведущий хотел бы использовать свой голос для более благородных целей поэтому я начал озвучивать эти тексты глава главой и загружал их на ютубе поднимаясь пыльных библиотекистов и вводят цифры в них мудрость мудрость слайд но стало ясно что теософия это не интеллектальное не академическое путешествие а скорее путешествие сердце речь идет не о том чтобы с важным видом решать наученные научно-философские концепции а каждый урок каждое понимание нужно применять в последней жизни вот в чем разница это не вера это знание подобно тому как ученые проводят эксперименты чтобы доказать теорию мы тоже должны иметь свой собственный опыт чтобы доказать наши знания Далее мы перейдем из слайда который дает цитату Равина поговорим когда я как и некоторые надеюсь что многие из вас родились чувством всесокрушающего сострадание отзывчивости которое привело к взаимной зависимости и саморазрушению пока я с муками научилась вступать чтобы обрести контроль человек должен применить перейти еще к другому сейчас каждое понимание в каждой жизни это это не вера просто а знания как ученые как ученые они должны провести эксперименты чтобы доказать свою теорию мы тоже должны иметь свой собственный опыт чтобы доказать наши знания теорию кто в моем понимании это учебник человечества о происхождении человека происхождения вселенной с помощью основополагающего закона законов мудрости и добродетели любой человек со средним интеллектуальными способностями как все вы я родилась чувством сострадания и в конце через большие испытания в конце концов в конце концов через большие страдания и испытания жизни я пришел чувствуя сострадания и эти боли и сострадания которые я преодолел в этом физическом мире каждый день приходили труднее труднейшие испытания которые я должна была преодолевать следующий слайд пожалуйста чистота и трезвость 18 лет в некотором смысле сострадание может привести к самому разрешению почему есть каждодневная наша задача которую мы не должны откладывать жизни и выполнять теперь сейчас каждый из нас внутри нас мы то что ищем он намного ближе чем мы так думаем я так вижу человеческие пороки пороки и добродетели пороки и добродетели представляют по сути нашу высшую я и низшую я добродетели это проявление высшую я а пороки нишу я следущий слайд пожалуйста и так пороки как как проявление нишевые это представляет физическое мир тщеславие тщеславие первое гордыня жадность похоть похоть или сексуальное желание зависть зависть пятое это обжорство которое обычно понимается как пьянство злоба или гнев или лень и они представляют наше физическое я теперь через русские пороки далее мы мы преодолеваем их с помощью антаркараны я вижу и понимаю пороки как мы можем через нашу антаркарану нашу лестницу икала лестницу якова освободить их а в ответ или противоядие вот этих пороков всем добродетели смирение благотворительность целомудрия благодарность воздержание терпение трудолюбие благодарность так прекрасно иметь вот это чувство быть благодарным всему проявленному в мире это есть теософия по сути эти пороки эти добродетели простите представляют теософию в практическом применении следующий слайд пожалуйста они эти добродетели представляют наше высшее проявление вот как я представляю теософия по моему пониманию теософия это учебник человечества о происхождении человека о происхождении вселенной с помощью основополагающего закона 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 закон вселенской причинности и равновесия закона кармы а по астральном плане а в астрологии астрономии о духах и смерти и возрождении осознание духов элементалов а животным растительным минеральным царствах а девах ангелах а сону солнечной системы атомах постоянно расширяющейся вселенной о времени пространстве о том как где почему когда и кем мы являемся теософия это архаическая основа всего сушево все мировые науки философии мы люди являемся живыми иными существами на высшем плане материи и низшем плане духа обладающими способностью различать и стремиться самореализации мы находимся здесь в физическом мире на планете земля чтобы учиться развиваться преодолевать себя преодолевать себя и это взаимодействие и сотрудничество это древнейшие это древнейший аксиома это древние свершенные стены чтобы изменить мир изменив самих себя изменить мир изменив себя наш мир это от страданий от предподней мы все пребываем здесь с определенной целью чтобы в нужное время и каждый со своими уникальными способностями уникальным умом прошли вот эту жизнь и достигли просветления просветление это не единственная цель но любой свет просветление как и любой свет поможет осветить океан тьме и облегчит ненужные страдания всех существ всех существ на нашей планете назад слайд еще вот вот это оставьте вот эту цитату пожалуйста вот этот отрывок из голоса безмария сострадание говорит можем ли мы быть счастливы когда живые существа страдают могу я быть спасен быть спасенным и слушать крик страданий мира это из голоса безмолвы если вы это понимаете и это резонирует с вашим сутью тогда вы на правильном пути дальше идите по слайду пожалуйста на русском хорошо вот это да вот это не не вот передущий слайд а окей здесь оставляем и сострадание говорит что может быть блаженство или счастье когда все страдают если вы понимаете это тогда это для вас потому что это очень мощное учение и это не объяснимый очень призыв к состраданию и мы имеем у нас в нашем обществе слово эмпатия которая объясняет вот это чувство сострадания 5 учисатого сострадания говорит может ли быть счастье когда все живут и страдать будешь ли ты спасен и услышишь ли пласть всего мира если что-то очень трогательное и сильное в этой цитате из голоса безмолвия что-то что звучит правильно каким-то образом объяснять то врожденное чувство которое название объясним состраданию я хочу лично с любовью призвать каждого из из существ изучать и применять живую теософию эту эмпатию о котором о которой вечно теософию читать как наверху так и внизу макро и микрокос мы не отделены от источника абсолюта но представляем одно единое сознание все мы живем клетки непостижимого бытия непостижимое бытие состоит из живых клеток все есть живая энергия все есть движение нам говорили что царство небесное бог посреди нас посреди означает именно середина оно буквально внутри внутри нас подобное пламя несвечимое солнце но не само солнце человеку нужна только одна церковь храм божий внутри него мы должны продолжать наши исследования служение медитацию практику чтобы знать кто мы на самом деле теософия учит нас что мы намного намного больше чем ограничение наших пяти физических чувств следующий слайд пожалуйста это человек познать себя это это сказание оракула дельфийского оракула который дает призыв познать кто мы и есть человек познай познай себя кто ты кто ты в действительности есть человек познай себя следующий слайд пожалуйста сегодня почти каждый имеет доступ к этим оракулическим учениям если каждый из нас изучает и что более важно применять и становится этим древним священным учением человечество вместе начинает двигаться в одном направлении подобно феномену подобно феномену сотой обезьяны мы создаем реальность коллективно выбирая любовь вместо страха мы меняем траекторию движения небеса придут на землю глобальный мир может быть достигнут если мы начнем брать на себя ответственность за свои собственные действия реакции и отклики следующий слайд пожалуйста теософия для каждого а не только для немногих каждый имеет доступ все могут стать живой теософией теософию нельзя купить и научить ей но ее можно наработать и изучить теософию теософию и и и и и и повторяется выше приведенный цитата мирный глобальный мир может быть достигнут если мы каждый возьмем каждая ответственность за этот мир за преобразование мира последний слайд пожалуйста теософия это для каждого а не только для немногих все могут стать живой теософией теософией нельзя купить и научить ей ну ее можно наработать и изучить сначала заслужить а потом желать наша основная задача это не просто изучение изучение ну мы должны стать этим учением не просто изучать а стать учением повторяю еще раз свет в просветении свет в просветении это наша истинная цель чтобы распознать божественную искру внутри себя и вывести этот свет на оружие для того чтобы осветить тьму потому что божественная искра это внутри нас и когда мы ее или искру ее проявляем на оружие она освещает тьму и это наша ответственность и это одна и одна из причин почему я называю это не просто теософией живой теософией потому что мы все должны стать сами учением благодарю вас за внимание госпожа Накелли огромное спасибо и мы предоставляем слово следующему докладчику объединенная ложа теософа в Индии господин Рам Пракаш Бангалур пожалуйста спасибо спасибо очень прекрасно слушать и слышать спикеров которые подчеркивают подчеркивают важность живой теософии именно прикладывая прилагая теософию в практику ставим вопрос самоорганизации саморазвития чтобы изменить не только изменить жизнь чтобы изменить жизнь с помощью самосовершенствования благодаря коллективной кармии человечества мы благодаря благой коллективной карме мы можем иметь большой эффект большое воздействие на эволюционный импульс создавая эволюционный импульс и очень приятно видеть как все делегаты понимают это признают это и у меня те же идеи которые я хотел я хотел сейчас открыть значит презентацию и прочитать мой мою презентацию представьте вам мою презентацию минуточку пожалуйста минуточку пожалуйста международная значит объединенная теософская ложь бенгалор владыки и сподвижники в океане теософии господин джач начинает свое учение с посланием о том что существует учителя и теософия должна быть источником источником исходящим из этих совершенных учителей и и махатмы сохраняли вот это истинное учение они выдавали согласно циклическому закону и для чего это было нужно для того чтобы стать причиной или продвигать вперед эволюцию человечества и в этом отношении им нужны сподвижники сподвижники в этом важном деле и помощь сотрудников чтобы чтобы распространить и утверждить это учение в жизни слово слово пережить открыть это учение пережить которое использует это очень важное слово и чем больше мы служим чем больше мы действуем тем глубже мы понимаем мы чем больше понимаем основы теософии и открыть то что было дано учителям и распространить и так никто нас не выбирает а или спрашивает кого-то или просит мы сами мы сами себя выбираем выдвигаем наше решение быть сотрудниками вселенской ложи учителей и мы вовлекаемся в работу по изучению теософии и распространению теософских идей и влияние теософское в мире и так наша задача наша задача имеет три аспекта как в качестве студентов теософии это первое значит первое 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 аспект это изучение теософии которое по сути сводится к открытию и переоткрытию и как только мы открыли для нас теософию следующая задача изучение теософии может привести некоторые фундаментальные изменения в учениках и иметь трансформирующую воздействие на наше на наше сознание поведение и воплощение учения воплощение учения в жизни воплощение принципов теософии они последуют или станут частью нашего изучения применение этических принципов теософии в жизни и распространение распространение основных принципов философии теософии и так наш опыт мы должны изучить целиком всю философию теософию всю систему целиком учения Елена Петровна Балавацкий и Уильяма Джаджа и наш опыт как как говорит Уильям Джадж нужно чтобы находился в совершенном созвучии и взаимодополняющие должны быть наши теософии теософии как философии и его приложение в жизни их нужно изучать вместе и пропускать через себя и основные принципы теософии которые у нас представлены в учении но первый принцип это единство я вселенское бранство все люди имеют единую природу все все ниши существа также они пронизаны единым принципом истинное я истинное один а все проявления они иллюзерны как говорится в учении единичная клетка как единичная клетка отражает целый мир единичная клетка так и единичная душа отражает вселенский дух есть даже вселенская справедливость и сострадание я каждого отдельно взятого человека это по сути вселенское я проявление абсолютного я все все живет внутри нас это идея то что у нас живет вселенское сознание очень важно для практической теософии а следующий очень важный принцип это закон важный закон который имеет на наше воздействие на нас сильное воздействие это закон кармы и закон перевоплощения наши мысли и действия имеют глубокое глубокое воздействие на всю нашу жизнь глубокое воздействие на все живые формы чувствования и в целом имеют большую воздействие даже на человечество будь что плохая карма или благая карма они нет отдельно индивидуальная карма она по сути разделяется коллективная общая карма потому что мы объединены поэтому наши действия имеют общее воздействие и поэтому и поэтому нужно иметь в виду все эти причины которые мы создаем они конечно причины закладываются не только в этой жизни они могли бы закладываться и в прошлой жизни нашей но например если рождается ребенок с некоторыми дефектами да мы если и осознаем когда если мы осознаем закон единства всего мироздания то что все пронизано единственным духом закон кармы помогает и реинкарнации помогает понимать вот такие явления в жизни почему например могут быть такие изъяны в обществе и человеческие рождения и благодаря этим законам кармой перевоплощения которые затрагивают не только нашу индивидуальную жизнь но но это по сути работа вселенская вселенская карма коллективная карма даже захватывает солнце планетарные системы и таким образом эти два закона они они применяются в практической теософии и когда мы эти законы понимаем у нас благодаря изучение этих законов глубокому пониманию внутри нас может зародиться глубокое чувство ответственности осознание индивидуальной отристии и чувство и служение понимание нашего служения всем живым существам изучая теософию мы не можем изучать теософию без его воплощения в жизни изучая теософию мы должны обязательно не забывать про служение общественное служение локасангра как говорит бхагавадгита это как раз то что имеет отношение к практическому служению теософия имеет отношение к воплощению служению примером я сейчас цитирую из писем махатмы писем махатам все ваши намерения все наши желания дела они имеют последствия у нас есть долг перед человечеством перед обществом перед народом нашими соседями в ближайшем в особенности имя значит обязательства перед и бедными и слабыми исламы обществы также перед нищим царством природы и вот это служение продвигает эволюцию Адам Кадмон, небесный человек, макрокосм, земной человек, микрокосм. Человек, по сути, это микрокосм, который воплощает в себе все принципы косма. Если мы внимательно взглянем на человека, мы увидим, что, по сути, наша ответственность, она безгранична, потому что человек, как человек, мы космическое существо. И наша ответственность тоже, она космическая, как бы она направлена на человечество, общество. Поэтому мы всегда должны думать про наш вот этот док и про эволюцию всех живых существ. Чтобы стать проводником того высшего импульса эволюции. Мы, которые являемся вдумывающими монастическими существами, помогать человечеству развиваться. Должны помогать, чтобы они развивались, стали высшими существами. Итак, воплощение долга, применение теософии в каждый день, без корысти. Это самый важный принцип. И эта карость обычно возникает, когда у нас есть цепление, привязанность к внешним вещам. И чем больше мы понимаем закон кармы, тем больше мы понимаем вот этот принцип, что мы должны иметь правильную мотивацию и выполнять наш долг без корысти. И этому способствует изучение теософии и практики теософии. А дальше идет принцип жамопожертвования, яджина, санскритского слова, и преданности. И преданность служению другим. Служение другим. Это то, что говорит Шри Кришна в четвертой книге Пхагавад-гиты. Что локасанграха, что все наши действия должны быть как бы пожертвованы во благо всему сушиму. Локасанграха. Мы должны развивать любовь, безусловную любовь, без всяких корыстных идей. Любовь даже к нашим врагам, которые издеваются над нами, смеются над нами, которые даже причиняют вред нам. Мы должны быть признательны им. И также важный принцип – это, конечно, благотворительность, щедрость. И прощение, и немстительность. Вот это тоже прощение. Наша низшая я, она иллюзорная и отделена от нашего высшего я. Есть постоянная борьба между этими принципами. И поэтому наше высшее я, когда проявляется наше высшее я, у нас появляется возможность после возвращения кисти на я победить низшее я и вместе с этим победить все низшие склонности. Что может привести к благим изменениям на ментальном, духовном уровне? И когда мы все вместе исполняем все вот аспекты этого долга, Итак, самопожертвование, я имею в виду пожертвование также своего низшего я, личности. Итак, каким образом мы являемся интегрированными в общей жизни человечества? Свет на пути говорит нам о том, что грех и позор мира – это твой грех и позор. Испачканная одежда, от которой ты ошатнулся, могла быть твоей. Вчера и могут быть твои завтра. И поэтому мы интегрированы в этой связи во всю общественную жизнь. Мы не можем быть отдельными от всего нашего окружающего. Мы живем в единстве. Если мы будем отделяться, себя всегда сторониться от низшего, или бесчестия и так далее, надо иметь в виду, что... Все, да, вот согласно закону кармы, все то, что мы можем сейчас отвергать, отвернуться и так далее, они все равно по закону кармы придут к нам рано или поздно. И еще один важный момент. Вот мы всегда должны помнить, что у нас внутри вечный живой дух. И мы должны понимать, как мы можем жить с этим абстрактным принципом. Понимаем ли мы его как некий абстрактный принцип или нет? Мы должны понимать, что выполняя наш долг и все аспекты долга, это по сути жертва, которую мы приносим для всего человечества. И воплощение этих принципов теософии и долга приводит большие изменения в общественной жизни. Наша каждодневная работа приводит действия высшей духовной силы также, которые только могут переродить все проявленные феномены. И также этому переродению могут способствовать изучению теософии и его распространения. И есть очень важная цитата Елены Петровны Балавадской, которая говорит, что любая неудача со стороны ученика отклиниться на его внутреннем, высшем принципе, и затормозить не только его самого, но и всех в их поступательном движении. И, как говорит Уильям Джадж, каждое наше действие имеет влияние на судьбу расы. И Уильям Джадж показывает, что каждое наше действие отдельно взятого человека имеет влияние на судьбу всей планеты. Поэтому воплощение этих принципов является применением того, что мы изучаем в каждой сфере нашей жизни. То есть, будь то личная, профессиональная жизнь, социальная жизнь, в каждой ситуации, в каждых обстоятельствах. По сути дела, речь идет о духовной трансмутации с помощью знаний, правильного знания, правильной мысли, правильного действия, правильной речи. И акцент делается на том, чтобы применять то, что мы изучаем. Иначе наше изучение становится бесполезным. Горозы без ман yat жительства. Говорится, что простое исповедование истины еще не является ее воплощением в жизнь. Это ключ к теософии, простите. Тель человека в действии, а не в мысли, какой бы благородной она ни была. Простое исповедование истины еще не является ее воплощением в жизнь. Девоты субтеософии, социальные теософии, агиблифицированные в жизнь в лучшем уровне их способствия, и в отношении в своем безусловном дисциплине, истины в принципах субтеософии, формы и нуклеи субъюниверсального предыдущего, в действии. Объединенное согласованное действие сотрудников преодолеет личные разногласия в объединенном труде и может привнести изменения в высших психических принципах расы. Манас и Бучхи имеются в виду. Объединенные и исполченные в духе братства и любви мы преобразим весь мир. Что возможно благодаря изучению и обнаружению своего внутреннего «я». И это объединенное братство является очень мощной силой. И это очень мощное воздействие на изменение сознания людей. И учителя просят нас работать совместно, оставить все разногласия и приступить к объединенному труду. У нас есть разногласия по мнениям, это правда. Это все можно увидеть, эти разногласия. Но все эти разногласия, они должны, конечно, быть устранены во благо единой цели. Все сотрудники должны оставить личные разногласия и трудиться едино, чтобы привнести в действие изменения. И Елена Петровна Балавадская очень часто говорила о том, что важно обвести добраться. Мистер Рампракаш, the time is over now, please, could you come to a conclusion? И в конце я хотел бы сказать хотел бы напомнить о пяти посланиях Елене Петровне Балавадской американским теософам. Итак, пять посланий Елене Петровне Балавадской к американским теософам от 1888 по 1891 годам. И вот несколько существенных принципов, выраженных в пяти посланиях. Первое, теософия, по существу, это не секторное учение. И эти пять принципов нужно всегда помнить и применять их. Работа, значит, коллективная, в совершенной гармонии. Я сейчас перехожу к основным пунктам вот этих посланий, выраженных в пяти посланиях Елене Петровне Балавадской. Первое, теософия, по существу, это не секторное учение, труп, формирующий вход во внутреннюю жизнь. Второй принцип. Человек только сам может обрести дух братства. Никто вместо него этого не сделает. Любая попытка войти во внутреннюю жизнь братства будет тщетной или же человек, поверженный, останется на пороге. Любая попытка войти. Поэтому надо помнить, что единство – это сила. Личные разноклассия должны быть оставлены в объединенной работе для великой цели. За теософским обществом состоит мощь, который дает нам необходимую силу и возможность сдвинуть мир с места. И это слова Елены Петровны Бловацкой. Если бы мы только объединились и работали как один разум и одно сердце, только тогда мы сможем переобразовать этот мир. И несколько слов предупреждения данной Елены Петровны Бловацкой. Пусть никто не создает попизма, некоторого попизма вместо теософии, так как это было бы самоубийством, всегда заканчивалось бы фатально. Должен быть плюрализм, мнение в определенных пределах, чтобы сохранить общество живым и здоровым организмом. Господин Роман Акаш, извините, пожалуйста. Там конец уже, да. Вы говорите уже... Почти не два предложения уже там у него, да. Радственность и теософия важнее любого... Радственность и теософия важнее любого провозглашения психических законов и фактов. Трудитесь не только для того, но и через него для человечества. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо. И мы приглашаем на нашу встречу раскрыть тему практики теософии господина Висента Хаучина, который представляет теософское общество на Филиппинах. Пожалуйста, просим вас. Дайте регламент. Приветствую всех вас. Для меня большая честь вновь присоединиться к вам в вашем собрании, посвященном вечной мудрости и ее значению в индивидуальной и общественной жизни. Сегодня я хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями о том, как сделать теософию более актуальной для проблем человека и мира в целом. Я бы хотела поделиться с вами некоторыми слайдами, которые помогут нам изучить эту тему. Итак, сегодня я бы хотела говорить о прикладной теософии. как о ключевом факторе работы теософского общества в 21 веке. Следующий слайд. Многие теософы за последние десятилетия заметили, что общество теософское становится все слабее во всем мире. Молодые люди, по-видимому, не присоединяются к нему, и его членство сокращается. Похоже, что мы слишком сосредоточились на учебной части теософской работы. И хотя глубокое изучение мудрости имеет существенное значение, мы, по-видимому, пренебрегли практической теософии. И теософское общество становится все менее и менее значимым для проблем повседневной жизни общества и мира. Мы стали известны как интеллектуальное общество, которое обсуждает глубокие философские темы. А те, кто не интересуются таким глубоким исследованием, не тянутся к теософии. Теперь я бы хотел поделиться с вами с точки зрения членства или людей, которые активно участвуют в работе общества. В 1928 году у нас было 45 тысяч членов, и это был пик нашего членства. Это было во времена Ани Бизан, которая была очень озабочена в применении мудрости к делам мира. Затем постепенно начало ослабевать. Так что в 2019-м наше членство сократилось примерно до 25 тысяч человек, то есть почти наполовину. А в то же время население планеты за этот период выросло в 3,5 раза. Не потому ли это так, что мы не отвечаем адекватно на потребности людей и всего мира? И вот примеры. Многие теософы входят в буддийские группы, чтобы практиковать медитацию. Это происходит к тому, что в теософских обществах нет популярного подхода к медитации, который соответствовал бы буддийской эффективности. Другой пример. Многие члены ходят в центры, ходят в церкви и общественные организации. Там они занимаются благотворительностью, потому что в теософском обществе и в обществе нет активности в служении своему обязанности. Следующий пример. Во многих странах теософы посылают своих детей в католические школы, потому что эти школы имеют высокие академические стандарты и уделяют много внимания развитию характера. Сегодня в мире так мало школ в теософии. Мы можем привести много других примеров, важных областей человеческой жизни, где теософские общества неактивны. Такие же, как вегетарианство, саморазвитие, управление стрессом, развитие молодежи, семейные консультирные. Махатмы, которые являются духовными основателями теософского общества, подчеркивали, что теософия должна стать практической и должна помочь в проблемах человеческой жизни и общества. Если мы пересмотрим миссию теософского общества, нам нужно прочитать более 200 писем, которые Махатмы написали членам того теософского общества в первые годы его существования. Давайте вспомним некоторые из этих писем. Первое письмо, которым я хотел бы поделиться, пришло от Маха Чохана, который является учителем Махатмы. Он написал, «Чтобы быть настоящим, религия и фиософия должны предлагать решение каждой проблемы. И если наши доктрины покажут свою способность предложить его, тогда мир будет первым, кто признает, что должны быть истинная философия, истинная религия, истинный свет, который дает истину и ничего, кроме истины». Я бы хотел повторить, наша философия должна предлагать решение каждой проблемы. Из других писем мастеров мудрости. Другой Махатма писал, «Теософия не должна представлять собой просто набор нравственных истин или пучок метафизической этики, воплощенной в диссертациях. Теософию нужно сделать практически, поэтому она должна быть освобождена от бесполезных дискуссий. Она должна найти общественное выражение во всеобъемлющем кодексе жизнью, полностью пропитанной ее духом». В своем письме другой Махатма, Махатма Кудхуми, писал, «Наше общество – это не просто интеллектуальная школа оккультизма. Ставственные и духовные страдания мира более важны и нуждаются в помощи лечения больше, чем нуждается в помощи от нас наука в любой области открытия, имеющей уши, да услышат». Эти откровения Махатм являются идеями, которые служат основой теософского общества, но идеи не будут полезны, если они не будут применены к человеческим и социальным проблемам. Это и есть прикладная теософия, то есть применяемая теософия к человеческой и общественной жизни. Мы должны помнить, что идеи не являются сильными, если они не воплощены в практику, которая может трансформировать. Мы можем учиться на опыте и практике многих групп, движений или религий, таких как католическая церковь или многие буддийские организации. Однажды я поехал на Тайвань по приглашению одной буддийской организации. Я был поражен тем, что они делают. Они издают ежедневные газеты для широкой публики. У них есть школы и университеты, не только на Тайване, но и в Соединенных Штатах. У них есть больницы, и они постоянно занимаются благотворительностью. Они учат публику медитации. У них есть радио и телевизионные станции. У них даже есть музыкальные мероприятия для распространения учения Будды. И это всего лишь одна организация. Но они влияют на жизнь миллионов людей, причем не только на Тайване, но и во многих других странах. Итак, что же мы можем сделать внутри теософского общества, чтобы обратиться к миллионам людей? В одном из писем Махат мы можем найти примеры этому. Во-первых, мы можем сделать много прикладных практических курсов, семинаров выездных, будь то физически или онлайн. Мы можем вести много курсов по трансформации. Например, эти курсы окажут влияние не только на нашу духовную жизнь, но и на нашу повседневную жизнь. Мы проводим такой семинар по самотрансформации более чем в 20 странах мира. Причем, это не только для теософов, но и для общественности, включая школы, университеты, частные компании, правительственные учреждения, военные и так далее. И это один из важных способов сделать теософию применимой к человеческой жизни. Затем мы можем также сделать молодежные центры для формирования характера и обучения жизненной мудрости. Станут ли они членами теософского общества или нет, не имеет значения. Но главное, что они помогают трансформироваться. Теперь, одно из самых забытых направлений в теософском обществе в его работе является образование, школы. Мадам Блавацкая подчеркивала важность создания теософских школ. Олькот основал более 200 школ в Сри-Ланке и Аня Безант вдохновила на создание очень многих школ не только в Индии, но и в Австралии, Англии, Соединенных Штатах, Китае и так далее. Но сегодня эти школы практически все исчезли. Образование это ключ к трансформации общества в будущих поколениях. На Филиппинах это является главным направлением нашей работы в теософском обществе. мы создали шесть школ детские сады, а в прошлом году мы помогли построить еще одну школу в Адьяре. и выпускники этих школ уже пойдут в школу высшего уровня. Теперь сегодня мир обеспокоен конфликтами между многими религиозными и культурными группами. И эти группы развили предрассудки в отношении других религий и групп. И эти предубеждения сформировались, когда они были еще молодыми. ум, который делается закрытым в молодости, очень трудно открыть позднее, когда становятся взрослыми. Атеософская школа может помочь в социальном изменениях, воспитывая молодых людей открытыми, свободными и терпимыми. Ум, который становится открытым в молодости, почти невозможно закрыть, когда люди становятся взрослыми. Мы верим в другой мир. Мы верим, что мы сможем организовать постоянную деятельность, которая поможет людям, сталкивающихся с различными жизненными трудностями. Это можно сделать через развитие разума молодых, которые станут лидерами. Постоянная деятельность может развить теософский орден служения, и через него мы будем оказывать помощь людям. Но мы должны помнить, что теософская благотворительная деятельность должна быть направлена не только на то, чтобы давать деньги или вещи, но и на то, чтобы участвовать в преобразовании человека. века. Также мы можем создавать оздоровительные центры, пансионаты и центры обучения, которые позволят людям глубже проникнуться нестареющей мудростью, применяемой к жизни. Затем мы можем организовать регулярные медитативные практики и уроки для широкой публики, как в физическом месте, так и в интернете. Мы можем делать это, и это одна из самых важных услуг, которые теософская общество может оказать, предложить, чтобы помочь людям, простым людям достичь внутреннего мира и развить духовность. На Филиппинах мы занимаемся этим с прошлого года. есть еще много других вещей, которые могут быть сделаны, чтобы сделать теософию актуальной для проблем людей общества. Например, снижение стресса. Мы поможем помогать людям налаживанию супружеских отношений, воспитании детей, планирование жизни, духовности и так далее. Мы можем помогать родителям. теперь здесь и далее критерии прикладной теософии. Если мы собираемся начать программы или проекты в области прикладной теософии, мы должны также установить критерии того, что будет представлять собой прикладная теософия. Многое можно сделать, но это может и не иметь отношения к нашей теософской работе. следующее, пожалуйста, слайд. Мне хотелось, во-первых, это будет способствовать всеобщему братству и единению между людьми любой страны, религии или культуры. Что бы мы ни делали, это прежде всего всеобщее, должно способствовать всеобщему братству. во-вторых, такой проект должен быть таким, что способствует формированию характера, особенно у молодых людей. поможет им восходить и изменять мир к лучшему. Все, что способствует бескорыстному служению на благо людей и природе, тоже является критерием прикладной теософии. мы должны быть не только заинтересованы в том, чтобы делать теософское общество популярным, но все то, что поможет в формировании духовных жизней и это индивидуумов, и это является более важным. Еще один критерий, для прикладной теософии это то, что способствует изучению религии, науки и философии, но таким образом, что это углубляет наше понимание жизни и Вселенной. «Затем, она способствует долгосрочному благополучию и мира людей и общества. теософии» несколько идей, как мы могли бы сделать теософию более востребованной для решения мировых проблем. теософии. становится все более слабым и более слабым. В 21 веке мы должны направить свою деятельность к тому, чтобы участвовать в практическом применении идеи теософии для решения вопросов мировой жизни. Мы должны быть впереди всех, кто помогает сделаться людям лучше. Потому что до тех пор, пока мы не сможем это продемонстрировать, мы не сможем помочь людям. Спасибо вам всем. Я высоко ценю возможность быть с вами сегодня. Господин Виценко Хаучин, огромное вам спасибо, что вы с нами. А мы продолжаем и передаем слово нашему молодому коллеге Теософу, который представляет Теософское общество Филиппин, господин Илюк Майкл Айронсайд, Марокко. Пожалуйста. Здравствуйте, доброе утро, или добрый день, или добрый вечер, в зависимости от того, где мы находим, в какой части. Меня зовут Люк Майкл Айронсайд. Я представляю Теософское общество Филиппин. И сейчас живу я в Марокко. И думаю, что очень актуальна тема сегодняшнего выступления. У меня презентация в Пауэрпойнте, сейчас я открою и начну. Карма – это изначально практическое понятие. Когда мы говорим о Теософии, нужно понимать, что мы очень часто теоретизируем это учение, и мы должны понимать, что это не самое главное, а самое главное – это обращение к практике, воплощение этого учения в жизни. И практика, по сути, если мы хотим глубже понять эту практику Теософии, очень важно в этом учении, в практическом учении, играет понятие кармы, или учение о карме. И когда мы правильно понимаем это учение, оно имеет, конечно, преобразующую, трансформирующую силу. Карма – это фундаментальное понятие для понимания практического учения. И когда мы понимаем наши отношения, взаимодействуем со всем суши, это существенно меняет наш взгляд на жизнь. Во-первых, на внутреннем, например, на внутреннем уровне мы увидим, что понимание кармы дает нам более широкий взгляд на жизнь. Вместо того, чтобы быть просто озабоченными тем, кто влияет на нас, мы расширяем нашу перспективу, чтобы распознать влияние наших действий и мыслей на окружающих нас людей и на окружающую среду, в которой мы живем. Вильям Джайс писал, что карма – это очень важная, неошибочная тенденция во Вселенной для того, чтобы воссоздавать равновесие, и она действует непрестанно. Такое смещение перспективы ценно само по себе, поскольку оно заставляет нас задуматься о наших действиях. Однако, чтобы изменить кармическую паутину, которая впитается в наше будущее, нужно выйти за предели простого представления. Вооружившись этим пониманием, мы должны думать, прежде чем действовать, и учитывать влияние, которое наши действия могут иметь на различных уровнях. Мы должны стать сознательными проводниками кармического закона, а не вынужденными звеньями космического процесса. Таким образом, карма познается исключительно благодаря очевидности ее последствий в феноменальном мире, которые также отражаются в жизни индивида. Мы не воспринимаем карму саму по себе и не полностью понимаем ее сущность, но мы знаем, как она действует по природе своего неизменного закона, который постоянен и неизменен, и в результате мы можем точно предсказать и определить ее способ действия или воздействия. Как закон, по которому каждое действие должно привести к равному противодействию, карма уже также рассматривается как содержащая некий гармонизирующий принцип, и только по закону кармы Вселенная сохраняет некое равновесие. Весь космический процесс в действии происходит в соответствии с законом. Мы, например, знаем от законов Ньютона, что на каждое действие должно быть противоположной равной реакции, противодействия причины и следствия. Этот закон является Вселенским законом, который упорядочивает и уравновешивает ритмическую работу мира, удерживая Вселенную в этом состоянии совершенного равновесия. Без такого постоянного равновесия и приспособления космос рухнул бы в опустощающие були хаоса и беспорядка. Научное познание стало бы невозможным, так как не существовало бы законов, по которым можно было бы предсказывать закономерность явления. Карма как закон причины и следствия базируется на научном исследовании и систематизации, и как таковая лежит в основе наблюдения экспериментов всех эмпирических систем исследования. Точное действие закона и средств, с помощью которых он проявляется в феноменальном мире, остается предметом споров между различными школами мысли, однако фундаментальная необходимость такого принципа причинности всеми признается аксиомой. Действительно, покончить с кармой означало бы отдать мир во власть в случае, в ту фиктивную тень существования, перед которой люди присмыкаются и волнуются, покорно подчиняясь трудностям окружающей среды. В природе нет никакой случайности. Вселенная движется по своим непрерывным циклам с заведенным однажды постоянством. Чтобы прийти к какому-либо пониманию природы существования и неизменных законов космоса, нужно прежде всего постичь этот вечный закон причины и следствия, ибо без него был бы полный хаос, и все явления были бы лишены последовательности или структуры. Гармония, иерархия, соответствие, порядок – вот все проявления этого основного стихийного закона. Поэтому о карме часто говорится так, о законе законов. Как таковое может рассматриваться как естественный закон, лежащий в основе всех условий и законов феноменального существования. Карма – это маятник, подвешенный между движением, его качанием, взаимосвязь, представляя взаимосвязь его сушево в вечном настоящем. Фундаментальное состояние природы – это постоянное развитие, изменение. Но карма – это именно та сила равновесия, та сила, которая удерживает полярность жизни в равновесии. Согласно закону кармы, каждое следствие определяется своей причиной. Такое утверждение может показаться очевидным, но при полном осознании этого факта, оно может резко поколебать кажущуюся уверенность человека в том, что он стоит на позициях здравого смысла. Как часто мы говорим идиоматически о случайности и удаче, как будто события в нашей жизни происходят случайно, без всяких предшествующих причин. Похоже, что понятие «случа» и «удача» глубоко укоренели в структуре нашего культурного подсознания, даже воспринимается как нечто само собой разумеющееся, и поэтому от них нелегко избавиться. Это, по сути, некая иллюзия случайности или случаев. Мир, в котором существует случай и удача, был бы праздным, так как случайные события не требуют ни тщательного изучения мысли, ни усилия воли. Не было бы никакой мотивации, так как не было бы ничего, что можно было бы сделать или изменить. В таком мире не существовало бы периодичности, не было бы циклов, по которым природа могла бы следовать своим ритмическим курсам, и как таковой не было бы никакой погоды, никаких сезонов, никаких приливов. Все бы просто происходило, независимо от их отсутствия. В мире без кармы воцарился бы настоящий хаос. Этот закон не предполагает никаких исключений. Ничто не может произойти вне закона причины и следствия. То, что мы приписываем области случайности, есть лишь то, что выходит просто за пределы нашего ограниченного понимания. В нашем ограниченном состоянии сознания мы пытаемся ограничить природу, поставить ей пределы, воображая, что так же, как воспринимают наши чувства, должна быть и ограничена природа. Однако, на самом деле, мы подобны рыбам в аквариуме, не обращая внимания на то, что лежит за пределами нашей микрокосмической среды обитания аквариума, кроме того, что мы смотрим через искаженное стекло взгляда с линзой рыбьего глаза. Поэтому понятие случайность является разделяющим, так как в мире, лишенном порядка, не может быть понятия единства. Благодаря признанию этого закона мы можем начать понимать принципы, лежащие в основе деятельности природы, и благодаря этому подняться над материальным планом жизни, соприкоснувшись с высшими аспектами нашего существа. Поступая таким образом, мы можем стать хозяевами нашей судьбы, формируя сознательную часть этого закона, и таким образом определять свою собственную карму. Мы становимся причиной, а не следствием в этом смысле. Понимание кармы дает нам ключ, с помощью которого мы можем освободиться от цепей и оков страданий и заблуждения. Таким образом, освободившись от оков, мы обретаем способность подняться над обстоятельствами нашего окружения, пройти через жизненное испытание радостно и мужественно. Мы приходим к осознанию своего собственного места в космической схеме, в которой мы являемся творцами наших собственных наслаждений, наших собственных отчаяний. Наши беспокойные мысли преобразуются и превращаются в осознание, которое происходит из нашей саморефлексии и заменяется вместо этого благородными устремлениями и позитивным взглядом на жизнь. В соответствии с законом кармы, мы должны идти своим собственным путем и прокладывать свою собственную стезю. Временами тропа может быть неровной, в других местах ровной, но при любых обстоятельствах нам нужно только прокладывать путь вперед, проходя через периоды радости, периоды невзгод и трудностей. Теософия предлагает нам знания, посредством которого мы можем прийти именно к такому пониманию закона кармы. Она очень подробно освещает этот закон с позиции разных религий и философии, и науки. Теософия открывает нам неоспоримый факт, что мы сами являемся архитекторами, создателями своего будущего. и строителями своей судьбы. Этот закон может быть использован для того, чтобы формировать наши судьбы через правильное применение принципа свободного выбора или свободной воли. И в этой связи надо иметь в виду, что нет никакой судьбы, кроме той, что мы сами создаем. Можно сравнить карму метафорически рекой. Это река, которая постоянно течет вперед, из прошлого переходит в настоящее, а из настоящего в будущее. Она текучая. И непрерывно течет в океан возможностей. Открывает для людей много разных возможностей. Именно благодаря практическому пониманию этого принципа в действии мы можем позитивно преобразовать себя и окружающую среду, в которой мы живем. Нужно иметь в виду, что нет статичности. Карма меняет все и преобразовывает все. И согласно этому закону, каждая причина определяется своим следствием. Когда мы правильно понимаем этот закон, мы понимаем, что означает причинственное следствие. Мы очень часто говорим идиоматически, счастье и удача. Случай и удача. Вот эти слова случаи удачи, они были бы праздными, так как случайность обиде не требует ни тщательного изучения мыслей, ни усилия воли. не было бы никакой мотивации, так как не было бы ничего, что можно было бы сделать. Мы очень часто говорим идиоматически, случайности, удачи, как будто эти события в нашей жизни происходят все случайно, без всяких предшествующих причин. Похоже, что понять случай удачи глубоко укоренились в повседневном сознании, но это на самом самом деле иллюзия. Ничего случайного не происходит. если не было бы закона кармы, мир погрузился в полный хаос. этот закон всегда работает точно, без исключения помарок. и он действует на всех уровнях бытия. То, что мы приписываем сфере случайности, это всего лишь то, что выходит за пределы нашего ограниченного видения реальности. чем глубже мы понимаем природу вещей, ближе мы подходим, глубже начинаем понимать мир и все взаимосвязи, которые действуют в мире. и мы исходя из нашего ограниченного сознания ограничиваем мир окружающий нас. И наше ограниченное восприятие как бы ограничивают наше человеческое ограниченное состояние, оно конечно ограниченное восприятие сенсорным чувством восприятия и благодаря этому или из-за этого природа сама нами воспринимается только в одном ограниченном аспекте. И поэтому в этом отношении понятие случайности это результат именно ограниченного сознания человека. все тайны природы таинства природы они по сути являются красотами природы. Эти таинства природы они действительно скрыты от ограниченного сознания. и что вы понятие глубокий смысл всех законов мироздания всех его таинств нужно конечно глубоко изучать теософию. и только глубоко понимая закон кармы мы можем понять те принципы которые лежат в основании действия значит явления в мире. и это путь таким образом только мы можем стать активными деятелями и создателями нашей собственности судьбы в природе только пониманием глубоким пониманием этого закона. и благодаря пониманию практического аспекта закона кармы мы действительно превращаемся в причины становимся творцом а не творением становимся причиной а не следствием. и если мы создаем благую карму мы должны хорошенько знать что благая карма и благое действие оно обязательно произведет благие результаты в будущем. понимание кармы дает нам ключ с помощью которого мы в общем-то это метод который освобождает нас от цепей страданий и заблуждения и будучи освобожденными мы обретаем способность быть выше окружающих обстоятельств и тогда мы получаем возможность переживать все трудности и страдания проходишь через испытания радостно в законе кармы очень важно вместе с законом кармы осознавать понятие собственно ответственности правильное понимание закона кармы предполагает именно правильное понимание этого закона наше беспокойные мысли очень часто преобразуется, становится осознанием, которое происходит из нашей саморефлексии и заменяется вместо этого благородными устремлениями, позитивным взглядом на жизнь. В соответствии с законом кармы мы должны идти, каждый человек идет своим путем. Теософия предлагает нам глубокое знание, посредством которого мы можем понять закон кармы. Она открывает нам неоспоримый факт, что мы сами являемся ворцами нашего будущего. И этот закон может быть использован для того, чтобы изменить нашу судьбу через правильное приложение. И опять-таки здесь перед нами стоит пример реки, вечно текучей реки, которая всегда меняется и никогда не остается то же самое. Из прошлого в настоящее переходит, в настоящее в будущее. И вместе с тем приносит новые возможности. Благодарю вас всех за внимание. Люка, спасибо большое за ваш доклад. А мы продолжаем наш семинар. Я представляю Теософское общество России. Евгения Шахбурникова will now have a speech. She presents the teosophical society of Russia. Да, вице-президент Теософской лужи Адамант. Vice-president of the teosophical society Адамант. Сегодня так хорошо уже все уважаемые спикеры рассказали о своем каждом аспекте, как они представляют эту прекрасную тему. Тема – практика теософии. Я попытаюсь рассказать в своем аспекте, как мы понимаем это. Для того, чтобы практиковать что-либо, необходимо знать, что подразумевает теософия под знанием. Знание – это знание о истине. Именно истинная есть причина. Причина – это вечность. Вечность – единая внутренняя сущность. То есть то, что конечно или преходящее, не может быть знанием. Знание – это те духовные накопления, которые собраны в чаши накопления. И если мы однажды достигали истины знания, то знания остаются с нами навсегда в чаше накопления. Мы в каждом воплощении будем стремиться к этой истине. Мы будем иметь распознавание, что есть вечное и что есть приходящее. Мы можем различать высшее и низшее проявление своей личности. Мы можем иметь необходимое внимание, концентрацию, чтобы заметить в себе самые малые зачатки самости и эгоизма. Ведь эгоизм, который убивает все благородные порывы в нашей природе. И только тогда мы можем начать работать над собой, чтобы очистить свое сознание. Тогда мы сможем приблизиться к истине, а значит, к знанию. И только тогда мы можем практиковать. Елена Бловацкая говорит, нужно иметь книги, а знания, заложенные в них, должны применяться на практике. Так разовьется уверенность, убедительность и способность мыслей. Значит, те книги, которые мы имеем, те знания, которые мы берем, мы непременно должны практиковать. Только тогда мы становимся убедительными, и мы можем иметь эту способность мыслей. Давайте посмотрим, как в тайной доктрине все начинается. Откуда берет начало эта истина, абсолютная истина? Тайная доктрина начинается с описания абсолютной истины. Объем абсолютной истины, который мы в состоянии воспринять, определяется исключительно степенью приближенности к ней нашего сознания. Абсолютная истина – символ вечности. Условность – есть уже заведомая ложь. Так как теософия есть божественное знание, а знание есть истина, значит, когда мы утверждаем истину, мы искореняем ложь. Луч абсолютно истины может отобразиться лишь в чистом зеркале своего собственного пламени. А это есть наше наивысшее духовное сознание. А духовное сознание начинается тогда, когда исчезают парадоксы. И вот этот аспект я хотела бы осветить более подробно. То есть, когда соединяются две противоположных силы, две противоположности, и приходит понимание, при котором исчезают парадоксы. Это и есть духовное сознание. Главная проблема в понимании теософии и, следовательно, в практике заключается в неумении распознать внутреннюю и внешнюю форму. Чтобы иметь это распознавание, нужно иметь знание о внутренней форме, о внутренней природе. К сожалению, человек живёт обычным видением и внешней формой познания. И всё воспринимает именно только через внешние аспекты. Те, кто могли разглядеть жизнь своей внутренней сущности, те, которые тщательным образом изучили жизнь в себе, прежде чем переходить к изучению анализа и её проявления во внешней оболочке, вот они могут иметь или рассчитывать на понимание теософии или на практику. Ведь даже в начале зарождения человеческой расы, как описывает Елена Блаватская в «Тайной доктрине», не только звери и птицы вообще символизировали космические силы, но и каждый отдельный род животных и птиц олицетворял некоторую дифференциацию одной из этих космических сил. В этот период на Земле была открытая борьба двух диаметрально противоположных сил. Она происходила вследствие свойственного каждой из них стремления к господству. И это всё привело к тому, что Фахад явил энергию, которая осуществила их взаимное приспособление и окончательное сочетание, поднимая таким образом уровень вибрации субстанции плана или планов, на которые действуют эти силы. То есть сила Фахада побудила материю стать более совершенной и произошло соединение противоположных сил центробежной и центростремительной силы. Махат Мамория говорит, что антагонизм противоположных сил свойственны лишь низшим планам, а на высших они успешно взаимодействуют. Так вот, согласно тайной доктрине, мы можем рассмотреть другие аспекты этого движения к соединению противоположностей. Что значит борьба двух противоположных сил? Борьба между двумя я, между высшим и низшим Маносом. И мы сейчас хотели бы я вам показать и рассмотреть на схеме, как происходит сочетание начала движения. Начало движения – это и есть дыхание. Входящее дыхание – апана, неподвижный ум, высший Манос – центробежная сила. Выходящее дыхание – это удана, прана, подвижный ум, ниши Манос – центростремительная сила. Соединение их есть жизненный ветер или пупок, то есть точка синтеза или жизнь. Получается, что если соединяется дыхание внутреннего и внешнего, это и есть жизнь или движение. Точно так же фахат имеет 3, 5 или 7 продвижений, как говорится, в станциях Диан. 3, 5 и 7 продвижений фахата мы можем разложить или соответственным образом применить к 3, 5 и 7 расе человеческой эволюции. Третья раса – это огнишваты, которые дали искру, озарили человечество Маносом. Пятая раса – это символ высшего Маноса, когда человек должен стать разумным. Седьмая раса – человек становится сознающим или мыслящим. Он научится мыслить самостоятельно или создавать свой собственный образ, то есть он становится творцом или фахатом. Заметьте, что сумма этих продвижений фахата, которые даны в Тайной Доктрине, 3, 5 и 7 в сумме есть 6. Синтез противоположных первых трёх открывает 6 направлений пространства, внутри которых сияет открытое сердце. Ведь только сердце может вместить противоположности внутреннего и внешнего и явить понимание или свет, то есть соединить 6 в 7 и начать движение колеса времени с беспредельностью. Эти знания даны в Тайной Доктрине, которую Елена Петровна посвятила всем истинным теософам. Значит, мы должны следовать за Еленой Блаватской, начать изучать этот фундаментальный труд. Тогда у нас будет то, чем мы сможем рассмотреть саму свою низшую природу и очистить своё сознание, тем самым приблизиться к свету своего высшего эго, соединяя противоположности и стать сознающими. Как это происходит? Через разум. Сознательный разум – это и есть истинная жизнь, а ведь жизнь никак не может быть смертью. Свет, сияющий в душе человека, он и есть жизнь, и этот свет никак не может быть тьмою, потому что он реально существует. Вообще поистине существует только этот один свет, ибо такова его внутренняя природа. Сознательный разум в человеке – это и есть эликсир жизни. Елена Петровна даёт такое описание, которое может показать нам, как это происходит, в какой момент. Она рассказывает, что сначала ученик вначале разрывается между двумя крайностями, и, как она говорит, оказывается перед лицом убийственного парадокса, решение которого следует, прежде всего, выстрадать, чтобы понять. В часы молчаливой медитации ученик обнаруживает в глубине своей души то тихое место, где он может найти спасение от своих собственных мыслей или желаний. И он может достичь это убежище только тогда, когда погрузит своё сознание в глубину собственного сердца. Поначалу это удаётся в одиночестве и в тишине. Но мы можем совершенствовать эту способность, проникать в эту свою внутреннюю обитель, в разгар битвы и контролировать её. Окончательная победа будет одержана только тогда, когда тишина остановится не только внутри нас, но и за её пределами. То есть она станет внутренним пониманием и только тогда начнёт проявляться вовне. Ведь наступление уже из глубин внутренней тишины, когда ученик ведёт это наступление из глубин внутренней тишины, он тогда осознаёт, что разрешит первый великий парадокс. Мы рассмотрели на различных примерах, как происходит соединение противоположностей, возникает понимание или свет. Тогда, когда исчезают парадоксы. Вот тогда и начинается практика. Этой практикой или пониманием мы подготавливаем форму, материю для прихождения следующей более совершенной расы. Это шестая раса. Так же, как и сама природа, подготавливая создание тела для воплощения эго иной эпохи, которому не нужно будет столь грубой субстанции, чтобы поддержать это физическое равновесие на Земле. Тайная доктрина направляет нас и даёт знание о вечности, абсолютной истине, знания неприходящего, тот фундамент, согласно которому мы можем начать движение к пониманию или свету. Ведь удивительным образом свет производит громадное давление на все тела в пространстве. То есть сокровенное положение о природе и функциях света, особенно его невидимых аспектов, сообщает, что как и пшеница когда-то, а мы знаем, что пшеница на Земле пришла с Венеры, так и сейчас все остальные формы зародышей постоянно переносятся с одной планеты на другую посредством светового давления в пределах любой солнечной системы. То есть представьте, какова сила света, что она может явить это движение в пределах любой солнечной системы, не только нашей. Значит, если мы с вами приближаемся к свету внутреннего понимания или своего высшего эго, мы и становимся тем магнитом, и тогда мир изменяется не только внутри нас, но и вне нас до беспредельности, так как свет един, истина едина, причина едина. Главный принцип теософии, как вверху, так и внизу, показывает нам великую взаимосвязь космоса, природы и человека. И тайная доктрина именно вскрывает эту единую причину. Поэтому сначала был дан космогенезис, потом антропогенезис и теогенезис. В таком же синтезе нам дается в тайной доктрине треугольник Пифагора, который символизирует великое движение от единого не формы к множественности или форме, что соответствует планам бытия, или планам сознания. Соединяет все миры движением или синтезом. Но если мы не будем знать единую причину, мы не сможем понимать теософию и практиковать её. Но если мы знаем причину, то через эту призму мы можем познавать любую сферу человеческого бытия. И она будет необычной, новой, магнетической, устремляющей не только своё собственное сознание или свою высшую природу, но и другие сознания, ибо мы находимся в едином пространстве вселенской мысли. Тогда мы избежим главных ошибок. Тогда мы начнём сначала менять себя, а не общество. Мы будем понимать, что изменение внешней формы ни к чему не приведёт. невозможно внешними изменениями формы изменить внутреннее. Только изменением внутренней формы можем менять внешнюю, и поэтому в тайной доктрине движение начинается изнутри наружу. Тогда мы можем научиться концентрации, вниманию и главным образом соединению внутреннего и внешнего, что и есть истинная жизнь. Таким же соответственным образом действует фахад, соединяя две противоположности, минус и плюс, в центробежную и центростремительную силу. Фахад наверху высших планов есть совокупность всех космических сил, а внизу, кроме творческих сил, прибавляется ещё электродинамические. То есть в фахад есть закон гармонии и равновесия или соединения противоположностей, или исчезновения парадоксов. Теософы должны знать эти законы и действовать согласно этим законам. Тогда теософские знания не будут отвлечённостью или фантазией. Уже начался новый цикл, новая эпоха, и мы должны понимать, что воспитание ответственности прежде всего в нас будет и есть пониманием, то есть, что через каждое наше слово или действие является единая взаимосвязь космоса, природа и человека. Уже началась новая эпоха, пришло время, когда теософские знания становятся жизненной необходимостью каждого человека. И если мы будем действовать соответственно этим законам сами, то мы и станем тем магнитом или светом. И тогда нам не надо кого-либо усиленно призывать, уговаривать, дискутировать, спорить. Тогда люди сами увидят и сами постучатся к нам и сами придут. Наша задача просто открыть дверь. Такую мысль я хотела донести. Спасибо огромное, что вы выслушали. Дорогие друзья, наша встреча подходит к концу. Сегодня мы только немного коснулись очень важного вопроса практической теософии. Тема практика теософии была освещена нашими уважаемыми спикерами с разных аспектов, но все мы пришли к выводу, что есть необходимость, чтобы теософия в практическом применении могла развиваться во всех сферах жизнедеятельности человека. Мы благодарим всех, кто помог в организации этого семинара, всех спикеров за предоставление своих исследований такой актуальной темы. Мы благодарим всех участников семинара за то, что вы были с нами, за вашу поддержку, взаимодействие и сотрудничество. Следующий семинар мы наметили 28 июня, в воскресенье в 11 часов по московскому времени. Тему семинара мы еще обсуждаем и вы совсем скоро вы ее узнаете. Следите за нашими постами в соцсетях в новостной ленте на сайте фонда Теософии. Нашу встречу мы хотели бы закончить просмотром презентации, которая познакомит уважаемых участников с работой Международного Теософского Конгресса в России. Это есть опыт практического взаимодействия с разными сферами общества через интеграцию Теософии. В рамках работы Конгресса впервые были организованы научный Теософский симпозиум с участием представителей сферы науки, образования, медицины, культуры и искусства. Был впервые общий круглый стол по самым местному обсуждению станц Зиан Тайной Доктрины Бловацкой. Был проведен открытый художественный конкурс, посвященный Елене Петровне Бловацкой, где приняли участие художники разных стран и очень многих регионов Российской Федерации. Была проведена выставка изданий Тайной Доктрины, где были представлены очень много изданий зарубежных и российских Тайной Доктрины, раритетные издания, оригинальные письма Бловацкой, автограф Елены Петровны Бловацкой и другие раритеты. Была организована выставка скульптур разных скульпторов. Был организован международный поэтический конкурс, посвященный Бловацкой, и многие начинающие поэты и профессиональные поэты посвящали свои стихи нашей великой Бодхисатве. Также организаторы и делегаты Конгресса получили официальное приветствие делегатам Конгресса от Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга, членов Общественной Палаты Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, Совета Федерации. После ряда Конгрессов мы издаем журналы, сборники, альбомы по итогам проведения Конгресса. Этот ролик презентации подготовлен на английском языке для наших зарубежных коллег. Наши русские участники российские уже многое и многие его видели, а также могут еще раз посмотреть этот ролик на сайте фонда Теософии. Просмотр ролика займет всего 5 минут. Пожалуйста. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров Н. Редактор субтитров Н. Субтитров Н. Корректор Н. Корректор Н. Корректор Н. Редактор субтитров Н. Корректор Н. Дорогие друзья, ждем вас в гости в Россию на Международный Тасовский Конгресс 21-22 ноября в прекрасный российский старинный город Воронеж с древнейшей русской культурой. Всем огромное спасибо за сотрудничество. Мы не прощаемся. Пишите свои предложения, отзывы. Будем с вами на связи. До встречи. Всем свет и любовь. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. 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 Goodbye. Thank you so much. Goodbye. Goodbye.